Мигаловскую набережную в Твери благоустроит, а Беженская детская школа игры на русских инструментах получит новое оборудование и литературу. И все это в текущем году. Таковы итоги личного приема граждан, которые провел губернатор Игорь Руденя. Роман Быков продолжит тему. В 2021 году для детской школы русского инструментального искусства города Беженск закупят новые музыкальные инструменты и учебную литературу. С просьбой об их приобретении губернатору Игорь Руденя в ходе личного приема граждан обратилась мама одного из воспитанников, Светлана Соловьева. Она отмечает, что значительная часть имеющихся в наличии баянов, балалайок, домр по своему звуку не соответствует статусу профессиональных. Инструмент именно профессиональный, он звучит совершенно иначе. То есть вот, например, мой сын играет тоже в оркестре, он ходит со своим инструментом. То есть мы ему покупали для домашних занятий инструмент, и он с этим инструментом играет в оркестре. Потому что ему дают там инструмент для игры, но он говорит, что он звучит совершенно иначе, и он предпочитает носить инструмент с собой. В детской школе искусств по 12 образовательным программам занимаются свыше 160 человек. За последние пять лет там подготовлено более 60 лауреатов и дипломантов российских и международных конкурсов. Игорь Руденя отметил, что новые инструменты закупят в рамках национального проекта «Культура». Кроме того, в текущем году завершится реставрация музея Василия Андреева, великого популяризатора русской народной музыки. Тверичанка Татьяна Рыкова попросила главу региона помочь с реставрацией Мигаловской набережной. Она давно пребывает в запущенном состоянии. Хотелось бы, чтобы это место превратилось в красивую зону отдыха, где можно было бы погулять там с детьми, с колясками, посидеть просто на лавочке. Ну, просто погулять. И хотелось бы, чтобы спуски к Волге были бы там какие-то красивые. Игорь Руденя отметил, что Мигаловская набережная вошла в список объектов, выбранных тверичанами в рамках рейтингового голосования по общественным территориям, которые будут благоустроены. Здесь появится пешеходная тропиночная сеть, обустроены зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов, установят малые архитектурные формы, парковые светильники, а также высадят деревья. Кроме того, появятся спуски к реке, в том числе для маломобильных групп населения. Городу деньги переданы, уже там федеральные деньги наши областные, они заключили контракт с тверской компанией. И они начинают уже как бы тепло, и мы планируем, что до середины лет, до 1 августа, они должны все это уже закончить. Напомним, что в марте текущего года впервые будет организовано голосование на специальной платформе за.городсреда.ру, которая разработана Минстроем России и организацией «Диалог регионы». Граждане смогут выбрать объекты, которые благоустроят в будущем году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проекты представят 11 городов Верхней Волжи с населением свыше 20 тысяч человек. Это Тверь, Бежеск, Балагоя, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышневолочок, Торжок и Удомля. Диалог Кимар.